Острого дня, господа нажиманы! С вами снова Алексей Пономарёв и ножевая колонка новогодний Knife News 369. Начну этот выпуск с одной новости, которая по сути очень плохая, но закончилась очень хорошо. Буквально месяц назад у наших друзей сгорела мастерская. В этой мастерской изготавливались ножи, точились ножи и работали классные мастера. Это Евгений Кайков и Валентин Решетников. Вы все их знаете, это наши чемпионы и вице-чемпионы по резу каната. Это хорошие мастера, это очень увлеченные ножеманы, которые в один час лишились абсолютно всего. У них сгорело дотла, огромное количество инструмента, ножей и всего остального. Огромный комплекс выгорел и там, где была мастерская, собственно они и погорели. Все ножевое сообщество очень переживало за этих дядек и мы все собирали деньги всем миром на новую свежую мастерскую. На сегодняшний день они уже переехали и потихоньку начинают справляться со всеми своими долгами и набирают свежих заказов. Это хорошие мастера с золотыми руками и мне очень-очень приятно, что на живое сообщество откликнулось абсолютно все. Большую часть, конечно, мы собрали силами бруталики, но люди подключились и со стороны, даже из-за рубежа присылали хоть копейку малую и все-все получилось. Мы набрали кучу денег, помогли чем смогли и ребята снова работают. Это хорошая предновогодняя история с очень счастливым концом. Немного эту историю омрачает тот факт, что по сей день их еще не пустили в мастерскую, которая сгорела, а потом была залита доблестными пожарными. Это все хорошо, они молодцы, пожарные красавчики, но тем не менее мы все понимаем, что там нет ничего. Что не сгорело, то утопло. И наш замечательный брутальчанин Вадим, спасибо тебе огромное, откликнулся еще и тем, что договорился с компанией всеинструменты.ру на то, чтобы с огромным дисконтом ребятам восстановить станочный парк. Купили кучу инструмента и теперь будут работать на новом свежем оборудовании. Это очень круто, что даже такая большая компания вошла в положение и лично позвонила, договорилась и все привезла. Это очень круто. У меня никогда не было рекламных интеграций, никого я так вот адресно не хвалил, не благодарил, но тут вот 100%. Если мне теперь нужен шуруповерт, я пойду к ним. Никто не откликнулся, а все инструменты.ру это сделали. Они молодцы, классная отзывчивая компания и мне кажется, что покупать теперь буду только у них. Евгению и Валентину, конечно же, новых ножей, новых свершений и огромную кучу заказчиков. Надеюсь, что наконец нас все эти коронавирусы отпустят и в следующем году мы снова все встретимся на очередном скоростном резе каната. Чемпионат России надо продолжать. Как мы все понимаем, следующий год это уже год быка и небольшая подборка на эту тему. Я являюсь владельцем уже давно, скорее всего у меня буквально первая бусина из этих работ это стронгбелс, вот этот крутой бык. Очень много народу собралось к этому году сделать свои бусины и стронгбелсы это сделали аж еще летом. Мне достался один из первых. Классная штуковина, ссылку на стронгбелсов конечно же оставлю ниже. Еще один именитый производитель бусин из России Крымская Бронза показал очень интересный вариант на тему быка. У них это индейский вождь, который зовется сидящий бык. Выглядит он вот таким образом, насколько знаю, первая партия уже готова и кто хочет, тот уже получил. Ссылка на них тоже будет, если вам надо, то обращайтесь по ссылочке. Конечно же всякие ножевые, околоножевые темы про быков были и высокохудожественными. Например, у мастерской студии Межов есть вот такой настольный пушдаггер, который зовется тур. Я не представляю сколько он стоит, но выглядит он на все миллионы мира. Действительно очень крутая работа. Конечно же Межов, как всегда, к году наступающему делает настольные композиции. В этом году три-пять вариантов даже появилась быка. Там есть бизнесмен, есть рыбак-охотник и еще кто-то. Хорошие мелкоскульптурные штуковины, которые нормально соседствуют с вот этими историями бусин и прочих, ну не самых дешевых EDC девайсов. Можно ли настольную печать считать EDC девайсом? Не знаю, но показать такой вам все-таки пришлось. В той же студии Межов к году быка выставлена вот эта голова от Жигжита Бейсхаланова. Это совсем не про ножи, но Жигжит Бейсхаланов запомните, если сможете. Это имя он тоже делает высокохудожественные и сильно режущие предметы. Ножи у него тоже регулярно встречаются. В иностранных инстаграммах хороших качественных быков я, к сожалению, не нашел. Вот это видео это все, что мне попалось по запросу, который я вколотил свой ноутбук. И если у вас есть интереснее варианты бусин именно с головами быков, то обязательно оставляйте в комментарии ссылки. Будет интересно посмотреть, кто же из импортных, да даже из наших российских ребят, делает что-то с головой быка, что я не запустил в этот выпуск. А вот этот бычок сделан по заказу мастерской Эхо. Даже отдельный бренд сейчас выводится, называется он Special Knife. И буквально первая бусина для этого самого бренда была вот так отлита. Здесь бык хороший, с нормальной детализацией и вполне нормальный анималистик, или как это называется, на лице. Кстати, про компанию Эхо и серию Special Knives. Насколько вы понимаете, по первым же расчеркам видно, что это очередной заказ ONC Custom для сторонней компании. Теперь компания Эхо получает еще и вот такие ножи. Это очень классные небольшие ножички в стиле Изулы, я бы сказал. Здесь есть кайдексовые ножны, здесь есть интересное тиснение по этому кайдексу и не самый простой подвес. Я не часто такие подвесы вижу, мне очень понравилось. Форма ножа, не знаю, кому-то понравится, кому-то нет, но бык на ней присутствует. Опять цветная гравировка и опять отсыл к тому, что наступает год быка. Весь нож вырезан из листа АУС-8 и от Стоунвошен или за Блэквошен уже в эти самые два цвета. 65 мм отпущено на клиночек и 165 мм общая длина. Кому-то много, кому-то в самый раз. Ну, кто-то скажет, что маленький, а какая была Изула? Да примерно такая она и была. Этот вариант сейчас стоит порядка 5,5 тысяч рублей. Предмет интересный, ссылки все будут ниже, кому интересно, посмотрите, сами отгуглите, где же такую красоту взять. Скорее всего, спешл Найвз будут развиваться в следующем году семимильными шагами, а я буду следить, что ж такого интересного им напроизводят. Конечно же, в новогоднем выпуске я не могу не рассказать про Булли. Тот самый пушдаггер, который выпустила бруталика Найвз. Тоже АУС-8, тоже скелетная конструкция, но тут совсем все про быка. Это бодающий классный пушдаггер, который вполне в меняемых размерах. Я изначально думал, что будет похожим что-то на Урбан Пал, а потом сравнил с сейфкипером третьим, и оказалось, что по размерам он ближе к сейфкиперу. Пушдаггеры интересны в первую очередь тем, что это компактный нож. Как вы понимаете, он в полтора раза короче, чем обычный, потому что рукоять идет под углом. Чаще всего ее ставят под прямым углом, под 90 градусов, к клинку. Здесь у меня немножко изгиб, и она асимметричная. Верхняя часть, которая у обуха, у рукояти покороче, а вторая подлиннее. Темлячное отверстие присутствует, и скорее всего оно не будет пустым, потому что регулярно плетут именно крупные темляки для того, чтобы заполнить руку, если кому-то хочется большую плотную рукоять. У меня, если честно, эти бычки пока без темляков, мне почему-то удобно компактно так. Привяжется ли на них что-то еще или нет, не знаю. Один из них черный, второй из них серый. Опять же, это черный хром со стоунвошем или просто обычный стоунвош. Почти 4 миллиметра толщины и 57 на клинок. Это немало в тот момент, когда мы говорим про пушдаггер. Но я позиционирую эти ножи как ежедневный нож. Это опять же открыть упаковку, открыть посылку, отрезать нитку, нарезать себе тонкую колбаску и так далее. Он удобен абсолютно во всем. У него огромное количество хватов, и я, наверное, в начале января сниму подробное видео, как на самом деле работают пушдаггером в обычной жизни. Вам всем кажется, что это страшная штуковина для самооборонщиков, которую нужно взять и куда-то ударить, воткнуть? Ничего подобного, это просто нож, у которого рукоять под непривычным углом. Ножи уже в наличии, можно спокойно заказывать на Brutalica.ru и отдельно можно купить Kydex, потому что все равно рано или поздно этот вопрос бы возник. Сейчас они продаются в обычных коричневых и черных кожаных чехлах, которые сделаны по форме, сделаны максимально компактными. Но Kydex это сложно и недешево, поэтому мы решили, что будем продавать их отдельно. Зайдете по ссылке под этим видео и увидите все, что там и почем. В своем обычном голом варианте этот нож из AUS 8, что серый, что черный, стоит 3880 рублей. Конечно, провожая уходящий год, хочется подвести небольшие итоги. И я уж не знаю, похвастаюсь или просто вам расскажу о том, какие ножи были удачными от моего бренда в этом году. Конечно же, в первую основную очередь это Бадюк Танто. Никто не ждал, но именно эти ножи смели буквально сразу. Может быть в этом виновата вот эта замечательная фотография Стивена Сигала, которому достался синий Бадюк Танто, коллекционный и весь из себя такой лимитированный. Я сразу скажу, что с синей рукоятью Бадюков больше не будет. Их было выпущено всего 400 штук и они, естественно, закончились самые первые. Вообще, наши ножи пошли как-то по известным личностям. И мне очень приятно, что мои ножи оказывались в руках и коллекциях таких людей, например, как Алексей Олейник. У него черно-серый Бадюк Танто, который ему аж в Штаты привезли из рук в руки. Он доволен, счастлив, нож ему понравился. Вячеслав Леший, например, выбрал себе черный на черном. Вот серый черный и черный на черном, скорее всего, будут производиться, будут выпускаться, по крайней мере, мы их ждем в январе этого года. Ценник, конечно, немного изменится, но надеюсь, что модель останется большим-большим хитом. Пока у нас еще существовали на складе белки, мы их тоже с удовольствием дарили. Например, Филиппу Торальду. Вы вряд ли знаете, кто это, но обязательно посмотрите в интернетах, потому что Филипп Торальд это один из лучших стендовых стрелков современности. Это реально такой небожитель в своем сегменте. Очень крутой стрелок, и мне было очень приятно выдать ему белку из рук в руки. Отдельная хохма, ну буквально сюрпризная получилась, что, ну, неделю назад увился Кома. Я увидел свой Панамарь. Черный на черном. Очень прикольно, очень было приятно, хотя он ждал полгода. Я его отправил в июне и даже забыл совершенно об этом. Прошло 6 месяцев, и на гипермиллионнике засветился мой нож. Толку с этого было никакого, но мне было очень-очень приятно. Отдельно приятно, что вообще все ножи расходятся как свежие пирожки. Если вы сейчас зайдете на сайт в раздел Ножи Бруталика, вы увидите, что у нас сейчас нет белок, мы их ждем примерно в марте. Нет черных царапов, мы их ждем тоже весной. Нет бадюков вообще ни одного. Вот, надеюсь, они приедут в январе и наконец-то найдут своих покупателей. Те же самые бритвы. Регулярно пропадает кнопка купить, но, слава богу, хотя бы бритвы у нас производятся в Российской Федерации, мы чуть оперативнее выбираем эти складские запасы, пополняемся, и эта кнопка регулярно появляется на месте. У меня, в принципе, на сайте так заведено, что если пропала кнопка купить, нет товара в наличии. Нужно немного подождать. Помимо весеннего пополнения старых своих ножей, я очень жду, что этой весной мы выпустим как минимум два, а в идеале три хороших новых ножа. И они 100% будут так же популярны, как все остальное. Про новогодние подарки. Все еще живо суеверие о том, что ножи не дарят. Это, конечно, сомнительный момент, но, тем не менее, мой сейчасшний сюжет тоже про это. А самое главное, он про то, как подарить что-то из ножей, если вы не успели купить нож в подарок. Вы можете купить подарочную карту онлайн в интернет-магазине Brutalica.ru. Вы зайдете на Brutalica и просто создадите любую сумму, которую вы готовы потратить на человека, и подарите ему этот подарочный код. И именно этим кодом он потом оплатит то, что ему действительно надо. Если вы сомневаетесь в том, что вы не можете выбрать какой-то нож, который 100% понравится. Если вы понимаете, что ему хочется нож за 7, а у вас есть всего 3, то это именно тот самый вариант создать любую произвольную сумму и именно на нее сделать подарочный код. Скорее всего, в этом году самая популярная сумма будет 2021 рубль. Во-первых, это прикольно. Во-вторых, недорого. В-третьих, это классный оригинальный подарок. Его можно оформить буквально за новогодним столом. Быстро и аккуратно берем, заполняем, покупаем этот самый код и можно его даже отправить в смс-ке за 3,9 земель. Просто порадовать человека там за 3000 километров, который вообще от вас подарков не ждал. Кнопка подарочная карта находится в правой верхней части сайта. Вот так вот как обведено, жамкаем туда и все сразу понимаем. Там все подробно описано, делается быстро и можно оформить как угодно. Хоть стикером на бутылку какого-то лимонада приклеить. Ну и самое главное, с Новым Годом вас, господа нажиманы. С Новым Годом, с новым счастьем, с тем, что этот 20-й закончился. Давайте сделаем все вместе, чтобы следующий год был значительно острее уходящего. Чтобы все плохое осталось там, а все хорошее пришло сюда. Давайте делать мир острее. Нам всем счастья, удачи, тотального везения и много хороших, интересных, красивых ножей. Самое главное, чтобы мы все были вместе. Нажимание объединяет. Давайте любить ножи в следующем году еще больше, чем мы любили их в уходящем. Подписывайтесь на ВКонтакт Бруталики, на Инстаграм Бруталики, на Телеграм Бруталики. Все эти ресурсы со ссылками будут под этим видео. А этот выпуск со мной записывала моя любимая бритва. Маленькая, Lucky Cut. Та самая простая, с которой началось все то самое движение, чтобы мы завалили бритвами абсолютно всю планету. Это очень классный нож, ссылка на него тоже будет под этим видео. И я, ну, наверное, пожелаю даже всем, чтобы у вас такой нож, ну или похожий, появился в следующем году. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. И желал вам счастливого Нового Года. Субтитры сделал DimaTorzok